Всем большой привет! Я очень рада вас видеть. Сегодня я снимаю короткое видео о косметике джинс. Выполняю запрос своей подписчицы. Надеюсь, что видео для вас будет интересным и полезным. Итак, перейдем к губам. Начну я с блесков. Вот такие замечательные блески, которые я очень сильно полюбила. Пользуюсь я ими с огромным удовольствием. Первый блеск светло-розовый, номер здесь 102. И второй блеск такой коричневато-рыжий и номер здесь 106. Замечательно то, что они не липкие, они дают красивый глянцевый блеск, такой достаточно лаковый. И также для меня лично плюс, что они не обладают никаким абсолютно ароматом. То есть ни кайрамельным, ни к клубничным, ни к каким-то химозным. Абсолютно нейтральный аромат, который вы никаким образом не ощущаете на своих губах. Минус, возможно, заключается в том, что эти блески не придают какого-то интенсивного оттенка губам. То есть они, в принципе, достаточно похожи друг на друга. И если вы возьмете слишком близкие к друг другу оттенки, то вы, возможно, получите вообще абсолютно идентичные два блеска. То есть с одинаковыми оттенками. Последнее средство для губ это устойчивая помада в оттенке 01 яркого розового вырви глаз оттенком. Я сделала уже сводч и помада у меня подсохла. Помада очень устойчивая. На самом деле, на мой взгляд, продукт неплохой. И в некоторые моменты вам эта помада может сослужить очень хорошую вещь. Потому что, например, во время отдыха на море, да, когда вам хочется чуть-чуть подчеркнуть свои губы, да, конечно, не вот в такой цвет их прямо покрасить, да, это больше как пигмент. То есть там действительно нужна всего лишь капелька придать просто красивое тяно губам. То эта помада вам сослужит просто верой и правдой, потому что она абсолютно никак не стирается, сколько бы вы ее не терли. Но минус этой помады заключается в том, что она подчеркивает абсолютно все шаушения на ваших губах. Поэтому прежде чем нанесить эту помаду, вы должны нанести какой-то бальзам, который разгладит все ваши складочки, да, чтобы помада легла максимально ровно. Собственно говоря, это единственный ее минус. Во всем остальном она прекрасна, и поэтому я советую ее попробовать. Следующее, что я вам покажу, это тушь для ресниц. Она у меня в оттенке Black и номер здесь 800. Она у меня уже достаточно старенькая, и скоро мне с ней, к сожалению, придется распрощаться. Чем понравилась мне эта тушь? Во-первых, своей щеточкой. Не люблю силиконовые щеточки. Люблю именно варсинистые такие, да, и эта щеточка правильная. Она для меня максимально правильная. У нее правильный размер, у нее очень хорошо варсинки расположены. Она замечательно прокрашивает мои ресницы, она замечательно их удлиняет. И делает невероятно кукольный эффект, что мне, конечно, очень сильно нравится. Итак, что касается лица, то для лица у меня всего один продукт. Это пудра, которую я составляла сама. То есть я отдельно покупала запасной блок и отдельно покупала упаковку. Значит, что из себя представляет упаковка? Во-первых, это бархатный чехольчик, что всегда удобно и приятно. Во-вторых, сама пудреница достаточно компактная, но я пудрю с собой не ношу, поэтому для меня, в принципе, размер моей пудреницы вообще никакого значения не имеет. Ну и сама пудра выглядит вот таким образом. Здесь я не помню, на самом деле, сколько грамм это указано на сайте. Кому будет интересно, те посмотрят. Что касается пудры. У пудры приятный помол. Она мне подошла по оттенку. Я хорошо оттенок выбрала. То есть также желтый потон. Сама пудра сливается с моей кожей, но... А, еще забыла сказать. В ней очень много светоотражающих частиц. Значит, но... Чем пудра мне не понравилась? Не понравилась тем, что она очень сильно подчеркивает все мои шелушения на коже. У меня очень часто шелушится нос, шелушится лоб из-за того, что у меня сухая кожа лица. И эта пудра просто очень сильная. Это все подчеркивает. Мне это, конечно, не нравится. Вот такая палетка на 12 оттенков. У меня их, на самом деле, всего 13. Но 13 оттенок у меня лежит в отдельном кейсе. В общем, кейс у меня пластмассовый. Именно такой, я считаю, наиболее универсальный, практичный. Потому что магнитный мне вообще не понравился. Честно, они у меня есть аж в двух экземплярах. Здесь есть очень красивый такой баклажановый оттенок. Шиммерный с очень крупным шиммером. Очень он мне нравится. Хорошо пигментированный. Дальше здесь два матовых оттенка. Это песочный и оранжевый. Оранжевый я, конечно, использую не так часто, как хотелось бы, наверное. Использую только летом, конечно. Дальше у меня два очень близких друг к другу оттенка. Это коричневый матовый оттенок и коричневато-сливовый. То есть он больше тоже уходит в сливовый оттенок. Бронзовый, шиммерный, невероятно красивый. Шикарный. Это моя любовь. Это мой must-have. И, в общем, я его очень сильно люблю, на самом деле. Вот этот оттенок и золотистый. С золотистым у меня не всегда всё хорошо обходится. То есть золотистый чаще всего я наношу спонжи, потому что кисточкой я его не всегда могу нанести, к сожалению. Он не всегда хорошо, нужно мне в количестве ложиться. Затем у меня ряд с сиреневыми тенями. То есть здесь такой светло-сиреневый оттенок и достаточно такой серовато-сиреневый. И затем ниже розовый и лунно-золотистый. Лунно-золотистый. Ещё один must-have. Моя любимица. Очень люблю эту тень. Как я уже говорила, у меня ещё есть магнитные кейсы. Вот таким образом они выглядят. Второй кейс у меня занят румянами. В этом кейсе у меня лежат тени. От других производителей я их, естественно, достала. И осталась вот такая тень от джинс. Она очень яркая, лососевый оттенок, который, конечно, больше всего подходит, опять-таки же, на лето. Хотела вам сказать, что они всё-таки достойны нашего внимания, потому что за свою цену они обладают очень хорошим качеством. У них хорошая пигментация. И даже такому мастеру, как я, то есть вообще не мастер, да, мне очень легко делать макияж. Я эти тени легко тушую, я их легко наношу. Мне очень всё нравится, поэтому тенями я 100% довольна. И всё-таки советую присмотреться. Итак, последнее, что мне осталось вам показать, это мой мастхэв. То, чем я пользуюсь каждый день буквально. Это вот такой корректор, консилер, кому как угодно, в оттенке 06. Он мне очень сильно нравится. Я специально для него купила отдельный кейс, который подходит как для консилеров, так и для теней. И консилер мне нравится тем, что у него очень плотная консистенция. Он очень хорошо распределяется по коже, абсолютно не забивается в складочку. То есть, действительно, очень удобен в применении. Я надеюсь, что своей подписчице и вам, возможно, я хоть как-то помогла. И также я уверена, что вам тоже есть что сказать, поэтому я жду ваше мнение в своих комментариях. Увидимся, до новых встреч, будьте счастливы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok